Лапы эвакуатора цепко хватают павильон на парковке и грузят его на спецмашину. Эта стоянка на московском шоссе незаконная и ее решено ликвидировать. У владельца нет договора аренды и разрешения размещать здесь что-либо, поэтому будку охраны демонтируют, вывеску срывают. Все стоянки расположены на гостевых туристических маршрутах, незаконно расположены. Все будут демонтированы. В рамках приведения территории в порядок будут демонтироваться в том числе и заборы. Еще раз обращаемся ко всем владельцам незаконных объектов. Демонтируйте свои объекты самостоятельно. В преддверии чемпионата мира все они будут вывезены с территории города. Всего с начала года с территории города вывезено около сотни незаконных ларьков, киосков, павильонов. Всего в Самаре только нелегальных парковок – более двухсот. Так, в железнодорожном районе уже завели дела об административных правонарушениях. Владельцам несанкционированных стоянок грозит штраф от 100 тысяч рублей. В случае, если после рассмотрения нашего представления мы в порядке контроля проверим, и стоянка будет продолжать осуществлять свою деятельность, в таком случае мы будем обращаться в суд с исковым заявлением, с тем, чтобы снести те заборы, шлагбаумы и другие конструкции, которые позволяют им осуществлять эту деятельность. То есть наша окончательная задача, условно говоря, сравнять это все с землей. Территорию, на которой раньше располагались незаконные парковки, благоустроят. Здесь появятся новые газоны. Ну, всегда хорошо, когда свежий воздух, когда газоны. Ну, зелень есть зелень и воздух, а нет, вот этот. Газон, конечно, лучше. Нам освежают воздух, мы дышим свежим воздухом. Средства на снос незаконных построек выделяют из городского бюджета. И поэтому теперь, чтобы вернуть имущество нерадивым собственникам, нужно оплатить все штрафы и компенсировать затраты на демонтаж. Алина Чемери, Станислав Левин, События.